Четвертый день избирательного марафона на Косовской продолжается. Люди уже почти переехали сюда жить. Привезли пледы, стульчики, закупили еду, воду и ждут своей очереди. Вот только за четыре дня обработали лишь треть протоколов. Ну, допустим, вот вчера, когда были представители прессы, очередь хоть как-то двигалась. За ночь на список по дельницам продвинулся всего на четыре человека. Хотя говорят, что выходило больше. То есть и шли поза списком. Официальная очередь фиксируется на четырех листочках А4. На каждом из них по сто избирательных участков. Одесситка Елена уверена, что эти списки меняют без их ведома. Ведь людей все больше, а очередь не двигается. Эти не страшно, что они дописываются. Они в тех листиках, которые там, они не появляются. Ты можешь подойти и себе написать... Один список, четвертый список. Вот, ты можешь себе записать, что хочешь здесь. Здесь не повлияет на результат. Потому что есть такие точно там, вверху. А вот там они их меняют. И получается, вот эти вот два столбика неизвестно откуда выросли. Выживают кто как может. Некоторые дежурят, чтобы остальные члены команды могли поехать домой и принять душ. А другие сидят в одиночку и не видят семью уже несколько дней подряд. Кроме того, здесь совсем забыли о том, что пандемию в Украине никто не отменял. Речь о масках и социальной дистанции и вовсе не идет. Ведь люди хотят одного – все сдать и уехать домой. Мы дежурили все по очереди. Мы приехали сюда, когда, Оля, 26-го... 26-го утром. Ну да, 26-го. Нет, утром в обед. Ну и организовали дежурство. Ну хотя сказали, что, наверное, мы сами виноваты. Потому что вот выходил представитель и говорил, что всем были кураторы. И всем говорили отзваниваться. И вам скажут время, на которое вы приезжали. Ну вообще, конечно, ужасно. Ну, слава богу, что сдали. После увиденного на Косовской мы решили посмотреть, как обстоят дела в районных администрациях. Куда свозят результаты голосования по выборам мэра и депутатов горсовета. А вот ситуация в Малиновской районной администрации совсем противоположная. Здесь не только нет очереди, но и по предварительным данным обработано наибольшее количество протоколов. В Приморской районной администрации тоже все идет своим чередом. Зал полупустой, а протоколы принимаются в течение 15 минут. Обработка протоколов – это всегда сложный процесс, но в этом году он затянулся на неприличный срок. Когда одесситы узнают имена своих избранников в органы местного самоуправления – большой вопрос. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова